Всем чао, меня зовут Полина и с этим видео на мой канал вступает еще одна рубрика, которая будет называться СППДДП Да, я знаю название много пугающее, но сейчас объясню в чем тут суть Название швыруется как спорт и правильное питание для подростков Да, я считаю, что все подростки должны следить за своим питанием, ну то есть начиная с 14-13 лет, особенно девочки Должны уже урегулировать свое питание, заниматься спортом, не есть вредную еду, такие как там чипсы и так далее Поэтому вы все это знаете Так что я решила сделать вам такую рубрику, чтобы вы больше понимали, как и что делать Потому что я вот 14 лет соблюдаю это все и хотелось бы поделиться с вами моими советами, моими предпочтениями в этом Также я бы хотела сказать, что эта рубрика будет делиться на две подрубрики, на две части Первое это будет про спорт, она будет называться фитнес-манией И второе это будет про полезную еду, то есть вкусную, но полезную еду, не вредную, а вкусные блюда, которые я делаю сама Она будет называться полезные нямнявочки Да, и это сегодняшняя наша рубрика, в ней я буду рассказывать вам о полезных блюдах Опять-таки, как я говорила, которые я делаю сама, которые могут сделать все себе и которые не повредят ничему вашему организму Сегодня это будет яблочный мусс, очень вкусный яблочный мусс, так что если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной и не переключайтесь. Итак, вот все то, что нам потребуется, а конкретно кастрюлю для варки, сами наши прекрасные яблочки, потом нам понадобится тосочка с ножиком для резки яблок, также нам понадобится один стакан сахара, это примерно 250-250 грамм и где-то 80 грамм манки. Еще нам понадобится ситечка, скалка и, конечно же, сам миксер для взбивания. Итак, конечно, сначала мы промываем тщательно все яблочки, убираем с них всякие там загрязнюшки. Да, теперь мы режем наши яблочки, режем мы их на 4 части, убираем внутренности, убираем хвостики, а вот от шкурки яблоки очищать не надо. Да, яблок оказалось слишком много, поэтому я взяла кастрюлю побольше. Мы туда пересыпаем все наши яблочки и заливаем водой для того, чтобы потом их варить. Заливаем примерно наполовину, чуть меньше. Теперь ставим все это дело на плиту и я включаю самый мощный режим, ну то есть на самый большой огонь, чтобы дать вскипеть. И когда вы уже наблюдаете процесс кипения, то есть видите, как вода булькает, то убавляйте огонь и дайте еще яблокам 5 минут размякнуть. Далее нам понадобится вот такая кастрюлечка с ситечком, в котором мы будем уже дальше процеживать наши яблочки. Также нам понадобится ложка с дырочками, тарелка для шкурочек, самоподставка доска для кастрюли и скалка. А действуем мы таким образом. Берем яблоко ложкой, кладем его в ситечко и дальше начинаем мять скалкой для того момента, когда у нас останется только шкурка на дне ситечка. Потом нужно будет эту шкурку вынуть и бросить в тарелку и так повторяем, пока яблоки не кончатся. Далее мы засыпаем в кастрюлю наш сахар и хорошенечко перемешиваем. Также смотрите, чтобы мусс не был слишком густым, поэтому я доливаю воду, которая осталась у меня после ванки. Далее все это опять-таки ставим на плиту, берем такую вот деревянную лопаточку и ставим на средний огонь. То есть у меня это было 7 из 14 возможных. Мы все это дело помешиваем и опять-таки следим за густотой нашего содержимого. Оно должно быть не слишком густым и должно легко перемешиваться. И поэтому разбавляйте при возможности это вот дело ваше. После этого мы берем стакан с нашей манкой и постепенно, аккуратно добавляем ее в кастрюлю, постоянно при этом помешивая. Варим мы наш мусс 15-20 минут и все время мешаем. Если после 6-7 минут вы не наблюдаете в кастрюле таких вот бульканий, как вы можете видеть на видео, то есть кипения, то нужно обязательно прибавить огонь. То есть я, например, с 7 поставила на 11. И тогда у меня все пошло шикарно и все вообще было идеально. После того, как вы заметили, что жидкость загустела, то убирайте кастрюлю из плиты. Кастрюлю мы оставляем остывать где-то на 40 минут, на 30-40 минут. После этого мы можем приступать уже к работе. Очищаем, так сказать, лопатку от содержимого и берем наш миксер. У меня он очень странный, он начинает работать после того, как я включаю его только в розетку. Ну, в общем, мы начинаем помешивать. Тут все зависит от вас. В принципе, мусс будет намного вкуснее, чем дольше вы будете помешивать. Мне же было достаточно 12 минут таких помешиваний. Главное, он должен стать у вас более таким белым. После этого мы отключаем наш миксер, смотрим, чтобы жидкость была белого цвета и довольно-таки густая. И делаем, ну, стандартную. Далее берем посуду, в которую мы и поместим наш мусс. У меня это вот такие вот вазочки, как бы, ну, для мороженого. После ставим все это дело в холодильник. Я предпочитаю ставить на ночь, что я вам советую. Также хотела бы заметить, что жидкость, которая получилась после варки наших яблок, можно ее вылить в какой-то сосуд и сделать из нее очень даже вкусный сок. И на утро уже можно доставать себя из холодильника и кушать. Ну, а с вами была Полина Теннисон. И до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok